Как кур ващи Пираты захватили корабль и кричат «Баб за борт, а мужиков будем трахать!» Бабы кричат «Нет, так не бывает!» Мужики снимают штаны радостно «Бывает, бывает!» Разбудил меня какой-то странный гул Да еще тело затекло от сна в одном положении Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась С трудом разлепил один глаз Второй от ужаса распахнулся сам «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака То ли рай, то ли ад То ли закат, то ли рассвет Происходил в той части земли, где летел самолет Самолет, в котором, как оказалось, находился и я Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым И темно-синим до черноты Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины Я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока По-моему, мы падали Ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице Больше в салоне бизнес-класса никого не было Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы Стюардесса появилась тут же И, стараясь держаться от меня на почтительном Или даже на очень почтительном расстоянии Улыбнулась мне сквозь респиратор Скажите, а мы уже давно падаем? No understand А-а-а, катастроф! Yes, understand И, понимающая, принесла мне холодного пива Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой И что перед смертью это надо бы исправить Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль Why? — спросил я, указывая на респиратор и маску Because, — ответила она и указала на мою пасть Understand, — сказал я и рассмеялся Она поморщилась и отошла еще дальше Главное, мы не падали Тихо гудел самолет Страшно гудела голова Вчерашний вечер вспоминался смутно Я собрался с силами и попытался восстановить события Для начала провел ревизию карманов Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей С собой у меня, к счастью, оказалось 150 долларов, 200 немецких и 320 финских марок Билет нашелся в кармане и не один Я летел с пересадками А конечной частью моего пути Должен стать х... 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 халаиб Ха... халаиб От одного этого слова Меня пробрала дрожь Где это? Зачем я туда лечу? Все Больше не пью Судя по багажной бирке на билете Я путешествовал не налегке А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодилера? Нужно срочно драпать домой Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в два раза дороже эконома Так что если я сейчас поменяю билет на эконом Может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу Мэм, I want change ticket Why? Change business? I'm a econom И я протянул ей билет Она пока не понимала меня И я решил показать ей 200 финских марок Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом О, thank you! Пробурчала она сквозь респиратор Взяла деньги и скрылась в тумане Пиздец! Подумал я Денег осталось еще меньше А надежда на получение барыша вообще испарилась Мне надо было срочно решить, что делать дальше Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт Вот здесь и сойду Радостно промелькнуло в моем мозгу И ближайшим рейсом обратно Три часа и дома Черт! Даже если не хватит средств на воздушный транспорт Вспомню юность и доберусь автостопом Электричками, автобусами, оленями или на собаках Лишь бы назад Их мёг ты цурюк! Собрав почти все школьные лингвистические познания Сообщил я девушке-администратору на прилете Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова Ни на одном из известных ей языков Буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно У меня билет в один конец до Нубии И я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно По причине отсутствия визы Нубия! Ёп твою мать! Я вспомнил, куда лечу Так значит, этот хулбл... Хулбл... Как его? Там столица этой самой Нубии-хуюбии Тем временем милая погранича переговорила с кем-то по рации И сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет И я обязательно должен лететь до места назначения После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку По пути соскочить не удалось Не беда! Оптимистично подумал я У меня ведь и Нубийской визы нет Ха-ха! Прилечу И оттуда меня сразу же отправят обратно Я влез в следующий самолет И сразу неприятно засосала где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх Здесь уже не было ни одного бледнолицого Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные А напоследок и вовсе черный как смоль Гордо прошествовал командир самолета, платоядно покосившись на меня А что, если они людоеды? Вдруг подумалось мне, но спросить было некого Где же наши? Где Russian Tourist? Где ведесущие европейцы? Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке Чтобы понять, на что сей скользкий тип способен Но ничего конкретного в голову не приходило Мы даже не приятели Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья С первой же встречи, чтобы втереться в компанию И машинально ты сам, а главное, все твое окружение Начинает думать, что он тебе и вправду друг Но у друга, в кавычках Просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников И пару раз я работал у них на днях рождения Витек же выступал как посредник между нами А на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нуби Ведь сам-то он необразован, нахален, вечно сидит без работы Но порой я встречал его и в высшем свете Мда, пути Господни неисповедимы Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос Мне придется отправиться практически к черту на рога По радио объявили о взлете на нескольких языках Из которых ни один не был европейским Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце Куда я лечу? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!